По поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцова, ее первый зам Татьяна Яковлева совершает рабочую поездку по Мурманской области, во время которой знакомится с работой медицинских организаций и коллективов ФМБА. Накануне Яковлева посетила медучреждение в ЗАТО Александровск. Для ФМБА России северо-западный федеральный округ – одна из важных территорий присутствия, поэтому визит в регион заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства закономерен. Во время поездки Татьяна Яковлева проконтролировала ход заключительного этапа строительства инфекционного корпуса в Снежногорске. Все жители, с которыми я разговаривала, они сказали, что врачи прекрасные. Вот это самое главное – наши кадры. Но мы приехали с целью, чтобы повысилась доступность и качество оказания медицинской помощи вообще в Мурманской области, особенно в ЗАТО, чтобы выстроилась маршрутизация. Первый заместитель и руководитель агентства поддержала план по усилению стационара Снежногорска, рассчитанного на 143 койки, кадрами и оборудованием, а также по созданию отделения амбулаторной онкологической помощи на базе филиала в Полярном. Планируется, что в 2024 году будет произведен ремонт здания, а в 2025 будущий центр, рассчитанный на 70 коек, получит новое оборудование. С приходом программы ФМБА по модернизации первичного здравоохранения у нас на сегодняшний день идет замена окон поликлиники, у нас идет расширение доступной среды для маломобильных слоев населения, у нас выделено финансирование из ФМБА на строительство нового инфекционного корпуса, но сейчас в высокой степени готовности мы планируем в ближайшее время их завершить. Планируется открытие мятеровских боксов на 40 пациентов, для детей. Программа продолжается, продолжается программа по обеспечению оборудованием для доступности и качества оказания медицинской помощи. Все делается для жителей за то, чтобы они могли получить своевременно, качественно и в шаговой доступности. На встречу с первым заместителем министра здравоохранения Мурманской области Екатериной Сулейма и главой за то Александровским Элисом Мазитовым обсуждались вопросы маршрутизации пациентов с учетом принципа «золотого часа». Стороны договорились усилить взаимодействие в этом направлении, опираясь на соглашение о сотрудничестве, подписанное между ФМБА Россией и правительством Мурманской области в 2021 году. Для нас важно, чтобы взаимодействие было по передаче информации медицинской. Этот канал в связи действительно нужно налаживать, информационное взаимодействие. Поэтому по итогам встреч мы обязательно обсудим, каким образом нам это наладить. Также по направлению пациентов на центральные базы, которые действительно есть у ФМБА, все примем, все обсудим. Медсенчасть номер 120. Зато Александровск обслуживает более 48 тысяч человек, в том числе около 12 тысяч детей. Продолжение следует...